Грибоведы Добрый день! Здравствуйте, дорогие любители леса! Вас приветствуют грибоведы! Сегодня мы хотим рассказать об опенке, который вызывает множество споров и далеко не все его собирают. Это летний опенок. Куинеромицес мутабелис. Интересно, что называется он летним, но растет он с самого раннего лета, с весны даже, по самую позднюю осень. Даже по снегу ходит. Сегодня у нас 8 октября. А смотрите, какие молодые грибочки. Красивые молодые грибочки. Нашли пень со сверхмолодыми, вообще маленькие бусинки. Еще есть пень с очень старыми, уже совсем устаревшими. Хорошо. А эти вот как раз в самом расцвете сил. И такие вот очень приятно собирать. Вот это настоящий опенок. Потому что он растет на пне. Это раз. И вот он действительно опенок, а не ложный опенок. Допустим, как вот, смотрите, один и тот же пень, но и тут вот растет ложный опенок. Кирпично-красный. Вот. А опять считается, как бы, вот есть осенний и летний. Вот это летний. Так, как он? Ну, вот, посмотрите, очень здесь хорошо видно зональность шляпки этого опенка. В середине он всегда светлый. Потом идет более темная зона и край средний такой по окраске. Ну, иногда, когда либо сухая погода, либо, наоборот, очень мокрая, не три зоны, а две остаются. Но всегда есть зональность. Теперь посмотрим пластинки, как они выглядят. Так. Вот я оторву вот этот вот с росточек. Кстати, они всегда растут с ростками. Вот. Обратите внимание. Пластинки практически очень всегда аккуратные, достаточно частые. И кремового, а уже к старости коричневого цвета. Они никаких оттенков серого, зеленого не имеют по сравнению с другими опятами. Ножка сначала около шляпки такая светленькая, а постепенно она темнеет к низу. Вот. Достаточно тонкая. И обычно ножки не берут. Берут только шляпки, потому что ножки волокнистые. А вот это вот поясочек, да, у него вот это? А вот ножки, вернее, пластинки немножечко спускаются на ножку. И вот характерная особенность этих опят. Они такие, ну, даже не как у говорушки, совсем спускаются. Чуть-чуть. Вот. А сама ножка, видите, она практически цвета пластинок под ними. И лишь потом становится более темной. Я вот сейчас хочу отрезать его. Так. Вот. в середине он чуть-чуть все-таки имеет ножка пустоту. То есть, она с маленькой дырочкой. Вот. Удастся ли мне вдоль ее разрезать, не знаю. Сейчас попробую, конечно. Ну, вот, обратите внимание еще, на ножке видно остатки кольца. Совсем-совсем маленькие бывают покрыты паутиночками. И потом это паутинистое покрывало исчезает, а его остатки образуют на ножке небольшое кольцо. Так, теперь я его разрежу. Красивые, конечно. Красивые. Супер. Самое, что ни на есть. Вот это. Это очень ценный трофей. Да. Вот. Разрезала. Так, вот. Мякоть у него тоненькая и светленькая. Да, вот сейчас этот видно канал небольшой по центру. Ага. Ножки довольно длинные, но зависит от того, как они и где растут. Потому что когда сверху пня ножки, короче, когда снизу вылезают ножки, длиннее. Но они всегда длиннее, чем диаметр шляпки. Вот. Самое характерное это запах. Вот так не пахнет ни один гриб. Хороший, яркий очень грибной запах. Его один раз понюхаешь этот опенок, навсегда запомнишь этот запах. По-моему, по запаху его ни с кем не спутать. Мы, по крайней мере, не знаем ни одного гриба, который бы имел похожий запах. Вот. Боятся спутать его с галериной камленной. Да. Но галерину мы, к сожалению, до сих пор найти никак не можем. Не знаем, растет она еще у нас уже, вернее. Потому что она более южная все-таки. или нет. Но если найдем, обязательно ее снимем. Но пока довольствуемся описаниями. Так вот, эти летние опята всегда растут с ростками. То есть, галерина отдельными грибочками, а опенок с ростками. Дальше. У галерины нет вот таких ярко выраженных зон. А у опенка есть летнего опенка. И самое главное, пахнет. Ну вот, запах пахнет очень своеобразно, приятно, грибной запах. И тут уже ни с чем не спутать. Ни один гриб. Так, теперь, что с ними делать? Вот, когда они весной появляются, когда ты первый раз собирал? Десятого мая. Десятого мая. Представляете, уже десятого мая было время, когда они появились. Вот. А уходят под снег. И когда весной грибов мало, его насобираешь и жаришь, то такой запах. Ну, я так добавляю, может быть, там какие-нибудь есть еще грибы. Еще обратите внимание, вот мы же говорили, что он, гриб-то интернациональный, не только растет рано и долго, но еще и с другими грибами. Видите, вот, буквально на одном, на одном пне вместе с кирпично-красным лезет. Да, молодой кирпично-красный, вот он. Вот. Но кирпично-красный все-таки более мощный. конечно. сравните, вон я сорвала. О, и ножки толстые, шляпки, мякоть. Да, да, да. Вот он такой. С этой стороны, если посмотреть, видите, с этой стороны пня вот кирпично-красный лезет, а с этой... Да, вот они и тут лезут. Так вот, да, да. Растут вместе. Поэтому надо быть внимательным, не потому, что вы отравитесь, а потому, что другие способы приготовления. Летний можно бросать... вот его жарят сразу. Сразу. Не надо отваривать. Ничего не надо. Сразу резать на сковородку. Резать и на сковородку. Можно отваривать, можно жарить. Суп бросать, Суп. Дальше. Можно мариновать, солить и даже сушить. Все виды обработки, заготовки годятся. Вот. Ну, сегодня мы вот это заберем и посушим. Посушим. Если еще будут, так можно и пожарить. Для ароматического такого. А я хочу посолить смесь вот этих вот опят и сосновых, то есть серопластинчатых. вот так вот. Да. Хорошо. Ну, а уж эти отдельно, кирпично-красные, потому, что не требуют. Лес. Ну, вот видите, пень. Пень стоит в смешанном лесу. Здесь у нас и елки, и рябины, и березы. И вот что это? Не знаю. Да, крушина. Крушина. Вот. Это, по-моему, это была старая, мы прям стоим на старой лесовозной дороге. Лес вывозили по ней. Ну, да, да, брошенные бревнышки, ветки и так далее. Это пень. Хорошо. Пень березовый. Хорошо. Вот такой он летний. Встречайте, собирайте, не пожалеете. Прекрасный грибочек. Сегодня у нас 8 октября 2017 года. Мы надеемся, что помогаем вам разобраться в огромном и разнообразном царстве грибов. А мы с благодарностью примем любую помощь нашему просветительскому проекту грибоведы. Наши реквизиты вы найдете на сайте или после каждого фильма на YouTube. А вам желаем, дорогие друзья, чтобы в любое время года ваши корзинки были полными, всегда и разнообразными по составу грибов. Всего вам доброго. Всего вам доброго. Грибоведы.